В ряды инженеров-конструкторов Никиту Воинкова привел интерес к военной технике, ведь когда-то настоящим танком управлял его дед. Гусеничная техника, танки те же, БМП, что-то есть в них такое, что прямо притягивает сила, мощь. На Курган-Машзавод Никита впервые пришел в 2013 году. Сразу определили в отдел электронных и электротехнических систем. На вопрос, почему выбрал КМЗ, отвечает сразу. КМЗ – это, во-первых, самое большое предприятие в нашем городе. И оно, наверное, даже единственное, которое в данный момент занимается гусеничной техникой, именно военной. С первых дней молодой специалист зарекомендовал себя как человек, желающий работать. Первым дням его работы было сразу заметно, что человек очень стремится работать. У него это одно из положительных качеств, которые хотелось бы отметить. Это грамотность, оперативность. И самое главное – это самостоятельное принятие решений по сложным техническим вопросам. По мере накопления опыта Никите стали доверять более сложные задачи, в том числе и по разработке перспективной техники. Десантного бронетранспортера БТР МДМ. Позже одной из главных тем стали машины на базе унифицированной гусеничной платформы Курганец-25. В первое время становлению Никиты как профессионала помогал его коллега и наставник Владимир Гмиря, ведущий инженер-конструктор. Сразу понравился. Очень настойчивый, умный, волевой такой, спешленый парнишка. Всегда думает. Любимая жена Никиты сегодня работает дизайнером. Если она рисует интерьеры, создавая уют, сам Никита в СКБМ создает чертежи, электрооборудование для военных машин. Средства связи, навигация, противопожарное оборудование и тому подобное. И решение возникающих вопросов по устранению неисправности в процессе их работы. В 2015 году Никита принимал участие в подготовке машин к Параду Победы на Красной площади, отвечая за их бесперебойную работу и внешний вид. В 2016 ему вновь доверили конструкторское сопровождение Курганской перспективной парадной техники. Мне было очень интересно вживую посмотреть, как это все происходит, эти тренировки. И все равно на телевизоре это выглядит совершенно не так, чем своими глазами увидеть. Как отмечает руководство, сегодня у Никиты есть все шансы для дальнейшего карьерного роста. Рядом по-прежнему остается его бывший наставник и теперь уже равноправный коллега. Юлия Пастухова, Евгения Волкова, Андрей Глазырин, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. Юлия Пастухова-еаллес. Юлия Пастухова, Ан Spилом Брови 여царистка Кургану. Продолжение следует...